Не совсем понятно, зачем человеку хочется лишиться головы, когда он участвует в мистериях Диониса, в ахических плясках, пьет черную, принимает наркотики, участвует в сексуальных оргиях. Я знаю философов, которые во всем этом ищут некую нарождающуюся философию или манеру философствовать, дионисийские. Я в прошлый раз пытался объяснить, что на самом деле это практически невозможно. Но тем не менее бесчисленное количество обрядов, оставляющих человека без головы, видите, где у него череп оказывается в результате практически всегда, как бы существовало, существует и будет существовать. Обязательно эти элементы будут в масонском посвящении, да и в любых других мистериях, можно их даже и не перечислять. Почему? Что это значит? Да, ну вот, в общем, напиться и забыться, и не только напиться и забыться, потерять голову, это что значит? Это значит индивидуальность потерять, слиться с космосом, раствориться там. Что значит потерять индивидуальность? Мы об этом в прошлый раз говорили. Ну, это значит умереть, я хочу сказать. Правда? Это обряды и ритуалы, и прохождение через смерть. Почему они обязательны? И какое отношение все это имеет? Ну, ведь придумывает, нащупывает внутри себя эти обряды, правда? Все то же самое воображение. Оно почему-то стремится к этому. Есть версия. Ну, на самом деле, я думаю, что это, правда, одна из самых больших загадок культуры, по крайней мере. Но, тем не менее, в ней есть некая очень важная, принципиально важная вещь, которую, наверное, я так думаю, я уже говорил, но ее все время приходится повторять с разных углов и точек зрения. Как бы, и того, зачем человеку нужно воображение? Последняя же лекция. Ну, неотделимая, конечно, но... Ну, да. Что это такое за процессор? Как мы называем обычно процесс построения? А? Творчество мы называем этот процесс, конечно. В самом широком смысле этого слова, воображение нужно человеку для творчества. Что такое творчество? Самое общее определение. Кирилл хитро улыбается, точно знает. Чье такое творчество, Кирилл? Рискну, предположить, что творчество – это процесс оставления чего-либо после себя. Чего-то принадлежащего лично мне, нечего, может, какой-то отпечаток. Все остается детям. Лучший банковский счет оставьте нам, пожалуйста. Ну, да. Я, кстати, не буду напоминать лишний раз, что по Фрейде является, так сказать, первым и последним продуктом человека. Почему же? Да? Это имеет прямое... Это кто? Первый и последний продукт творчества человека – это что? Дерьмо банк. Ну, я бы так не сказал. Все-таки, наверное, сначала идут дети, а потом они производят дерьмо. Как-то очень буквально вы, да, понимаете Фрейда. Я хочу сказать, что это тоже очень важная деталь. И то, что вы описываете, и в том числе весь Фрейд, и вся сублимация, описывает все-таки смысл творчества, семантику. Смысл в том, чтобы оставить что-то после себя. Да, лучше деньги, конечно. Основа основ мышления современной культуры. Потому что что же мне еще надо от папы? Шел бы он, денег, да, и все, и иди туда, в это самое. А? Лучше в долларах. Конечно. Ну, не в деревянных же, в конце концов. Я хочу сказать, что это смысл. Я, как всегда, когда я задаю вопрос, я не хочу от вас никакой сверхумной философии, а самая простая вещь. Что такое творчество? Что мы называем творчеством? Ир, ты автор этого слова. Ты его придумала для человечества. Скажи мне, что мы творчеством называем? Создание чего-то нового. Вот, спасибо тебе большое. Я больше ничего не хочу. Творчество – это процесс создания чего-то нового. Справедливости ради не всегда с мыслями оставить это после себя. И в этом смысле какашки, между прочим, первое действительно детское творчество по Фрейду. Но первое, а не главное, по сути своей. Вот, а весь вопрос заключается в следующем. Из чего создается это самое новое? Из небытия. О, красота. Из ничего. Из небытия. Как мы говорили, пространством-посредником между бытием и небытием как раз и является пространство воображения. Правда? И это означает, что для того, чтобы вообще что-либо создавать, творцу придется столкнуться с небытием. Ну, параллельно по Фрейду, конечно, скажем, давайте, что даже и с этой точки зрения акт сотворения ребенка окажется высшей формой человеческого творчества. Потому что откуда возникает ребенок вместе с его характером, судьбой, неприятностями и какашками? Ну, в общем, из небытия. Правда? Ну, из небытия. Потому что как ты не пытайся объяснить все, все то, что называется ребенком, потом взрослым, человеческой личностью, некими биологическими процессами, ну, по-прежнему, мягко выражаясь, знаний у нас на это недостаточно. И поэтому это самое важное, самое тайное, самое секретное вещь, которая связана с воображением. Дело в том, что воображение – это то первое начало в человеке, которое, собственно говоря, и начинает преодолевать небытие. Я мечтаю не о девушке вообще, а я мечтаю вот о черненькой, хрупкой девушке с длинным носом, да, как бы, да. И вот появляется Ира. И я говорю, да, вот эта пора пришла, она влюбилась. Правда? Вот как-то так это выглядит. Я, сейчас, мы, конечно, не сможем на этом цикле поговорить о том, какую роль играет мое воображение об Ире в наших отношениях. Оно играет определяющую, к сожалению, роль. Но проблема в том, что с некоторой точки зрения Ира, как воплощение моей мечты, я женщине, она возникнет откуда-то все равно для меня из небытия. Да? Она однажды соткется передо мной из солнечных лучей, что-то вроде. Или звездных, звездных, да, или темных, темных лучей. Вот. И наш гипотетический, конечно, ребенок тоже возникнет откуда-то из небытия. Поэтому самое главное в творчестве, в воображении, в психотерапии это как-то объяснить человеку, что его жизнь, жизнь каждого человека, является столкновением с небытием. это не смерть сама по себе, черная и с косой, это именно небытие, ничто, которое, как мы говорили, для неоплатоников собственно является главным представлением о Боге. Неописуемым, невыразимым, но одновременно наполняющим все, присутствующим во всем и создающим, слышите, то, что для нас ценно. Каким-то загадочным образом, когда Ира будет ткаться передо мной влюбленным из солнечных лучей, то есть, когда возникнет встреча, да, о которой мы говорили, или когда перед Дантем ребенком из воздуха возникнет Беатрича, он почувствует, это Бог, да, вот это Бог, который дышит там, где хочет. Нельзя предсказать эту встречу, и хотя попытки такие, конечно, делаются, не стоит даже и пытаться, и поэтому искусство воображения это искусство уважения к этому ничто, это не только создание некоторых определенных конкретных форм, это уважение, которого мы в общем лишены в культуре, к этому самому неведомому, непостижимому, которое не имеет названия, не имеет почти никаких позитивных характеристик, и тем не менее присутствует всегда и во всем. я хочу сказать, что с моей точки зрения самые великие символы культуры и символы, которые помогают познать себя и работать своеображением, помните, я говорил, что мы понимаем символ по Платону, само слово символ понимаем по Платону, а именно как некоторый образ и некоторую форму, как то, что я сейчас говорил о быре, сотканной из солнечных лучей, или о Беатриче, возникшей в воздухе перед глазами Данте, я все время пытаюсь сказать, что символ содержит в себе две части. Одну эту форму абсолютно материального предмета, такого, как человеческое тело, у нас была на эту тему отдельная лекция, а секрет таких образов загадочных, как ацефал, заключается в том, что в этих образах в обязательном порядке должно быть место не только человеческому разуму, не только позитиву, но и вот этому самому ничто вечности, которое наполняет эту форму независимо от человека эту форму создавшего. Вот ведь что интересно. Я хочу сказать, что когда это был Микеланджело, вот это знаменитое высказывание о том, что искусство скульптора это искусство отсекания лишнего. Понятно, что вот это подлинное в камне и лишнее в камне замыслил не скульптор, правда? Он только это почувствовал, что там в этом камне скрытая некая форма в этой бесформенной каменной массе, да, изначально. Такова икона. Я, конечно, не самый выдающийся специалист по иконологии, но вы все знаете, что икона это не портрет святого, Христа, Девы Марии, Богоматери. Это символическое изображение, то есть это изображение условное сугубо, условность это как раз то, что дает возможность в этом присутствовать самому ничто, самому неведомому Богу. А форму, то есть иконописный подлинник, типы написания написания иконы, они, конечно, эмпирическим путем складываются столетиями, потому что когда-то в Византии вот именно такая форма, именно вот такой цвет вызывали наибольший трепет у художника, для которого было несомненным, что его рукой рисует, водит не он, а Бог, в отличие от нас. На этой основе, точно так же, как иконы, сложились все великие традиционные символы культуры, те символы, которые нам способны помочь упорядочить внутренний мир и те символы, которые одновременно упорядочивая, впускают в себя ничто. Есть что-нибудь общее между этими тремя артефактами? Как вы думаете? все они являются символами? Да, конечно, в некотором смысле. Ну, одна священная скульптура, фигурка маленькая Буды, действительно является символом. Раковина природная, поэтому она для вас символ. Правда? И символ именно присутствия ничто. Подносите раковину к уху, там гудит море. И при чем тут баба-яга? Ну, ведьма, не важно. не похоже на раковину? Что это такое? Кто знает? мировое древо? Из каких мифов? Из скандинавских. Это их дроссиль. Нет, не похоже это чем-то, ну, отдаленно, конечно, на раковину. Нет? Нет, я не прав. Откуда взялась метла в руке бабы-яги или в руках ведьмы? Откуда она пришла в Гарри Поттера эта спортивная метла? Конечно, баба-яга ведьма это, несомненно, языческий символ, и он, конечно, символ мирового древа, вокруг которого она путешествует и которым она способна управлять, потому что мировое древо очень похоже на метлу, правда, ствол и крона ветки, ну, там все эти асгарды, я сейчас, конечно, об этом рассказывать не буду, вы сможете и сами, но вы знаете, да, что тут всегда изображено три мира, верхний божественный, средний наш, с горой миру в центре, на которой, собственно, и растет древо Игдрасиль, и третий мир, мир духов под корнями, а я хочу сказать, что на самом деле наша любовь к раковинам как символу связана не только с тем, что в ней присутствует ничто и звучит, мы можем его слышать, а и с тем, что внутри раковины, конечно, тоже есть мировое древо, правда, вы себе представляете, как выстроена внутренняя спираль, вот если раковину так разрезать, то получится рисунок мирового древа, и поэтому в древних культурах раковины были средством денежного обмена, и вообще всячески почитались, почему это аналог, один из аналогов мирового древа, ну, вы знаете, что Один был прибит к мировому древу, это была цена за то, что он стал понимать то, что позже стало называться языком птиц, как бы Христос был прибит к аналогу мирового древа, а Будда пережил просветление под деревом Бодхи, да, и вот это такое символическое изображение этого просветления, есть очень много буддистских таких деревьев, в которых множество веточек, и они оканчиваются фигуркой Будды, да, то есть новых и новых Бодхисаттв, как плодов этого, все того же вселенского древа. Я в данном случае вот что хочу сказать, что еще, на самом деле вселенское древо, оно неистребимо, оно всегда и постоянно присутствует в нашем языке, я не волшебник, я только учусь, и это древо предков, соответственно, на его ветвях этого древа сидят племена, тотемные животные, вот птица, зебра, олень, я не знаю, как они правильно называются, и таким образом оно изображает и родство племен, и первопредков всех племен, вот двух верхних птиц, которые наверху этого древа, конечно, есть русские аналоги, вот это Онежский Петроглев, знаменитый, рисунок на камне, видно что-нибудь, да, не видно там, там сверху космотворящая птица, почему так важен символ древа, как вы думаете? потому что он имеет структуру и определенную иерархию можно выстроить вот вот наши замечательные отечественные на лубках деревья ну вот давайте вы мне скажете почему всегда птица почему всегда птица ну птица птицы вообще один из главных образов первопредков но я думаю что все все же банально птица связывает небо и землю птица собственно и есть посланец богов правда голубь духа опустился показав людям кто идет кто 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 здесь бог да и они же естественно самые часто встречающиеся существа в которых переселяются души умерших и потом они так и живут в птицах или улетают на небо с помощью птиц борьба льва и коня очень типична а вот почему я хочу обратить ваше внимание на этих льва и коня конь это как вы думаете плохо или хорошо хорошо для крестьянина точно хорошо а лев или хищник плохо поэтому да мы забываем что вообще наше отношение к миру определяется символом священного древа мы говорим мужчина или женщина пошли налево правда или как ты низко упал да или ты прав это правда все хорошее находится справа и вверху священного древа а все плохое слева и внизу и хотя ну опять вы же понимаете что даже для того чтобы вот это обсудить я надеюсь что мы в клубе символов будем часто к этому так или иначе возвращаться но я хочу сказать что главная проблема заключается в том что хотим мы с вами этого или нет но этот образ древа у нас всегда есть он всегда присутствует в речи в оценках в моральных суждениях а что в нем присутствует еще чем властвует ведьма почему она женщина почему так важно ее важна ее власть над священным древом почему первобытные племена так любят ракушки это вот славянский вариант могу вам показать еще более древний где-то где-то у меня был вот ассирийский вариант если дадут вот видите это тоже древо жизни и два брата близнеца которые творят мир то есть само это вселенское древо один из них естественно добрый а другой злой а еще я всегда говорю очень важно понимать что они близнецы и что один и они с птичьими головами разумеется оба и что один из них означает реальность в смысле мира форма в смысле плотной реальности а второй нереальность то есть это не столько добро и зло сколько реальность и нереальность реальность и если хотите тот мир о котором мы говорили на всех этих лекциях так вот что же все таки еще я не знаю что это такое но мне нравится поскольку по-моему очень здорово показывает показывает ту же самую те же самые взаимоотношения такой древесный и не ян я бы сказал правда китайская монада верх и низ плохой и хорошая а напоминает чем-то театр возможно я хотел сказать ну это по всей видимости чей-то символ основанный на священном древе но мне понравилось я принес я хочу сказать что символом чего вообще является дерево кто у нас в физике почему озарение в смысле ну в общем да я с вами полностью согласен если охлобысятся с дерева вниз то озарение в общем наступает да такая да такая такой вариант дионисийских мистерий поднимаемся на дерево и оттуда падаем я хотел сказать ну все таки что такое древо как вы считаете символом чего оно является все это понимают просто говорить надо научить еще здесь рода древо рода составляет связь наша где она землю еще раз покажите сверху минимум солнечного света до нее добирается символ связи богов и людей богов и людей а чего еще то древо оно что древо оно распространяет свои дуани стекло выразится вот вполне расширяется я не знаю как это сказать ну кирилл если вы не знаете как это сказать ну я не издеваюсь я просто хочу чтобы вы сами все-таки это увидели это же главное на самом деле что есть символе древа и чем этот символ способен помочь он похож на человека конечно без головы но я хочу сказать я не буду вас только мучить ничего вы все время хотите чего-то видимо сверхъестественного от меня услышать на древо в первую очередь это связь целого и части вот что здесь самое главное мы разные но растем из единого ствола родов и тотемов много но мы все происходим из единого создала ствола которая создала священная птица иногда это священная птица сносит яйцо вселенское из которого появляется древо в общем это целая такая мифологическая история много разных но на самом деле конечно древо это связь частей листья цветы плоды появляются из единого ствола из общих корней это символ единства сущностного единства творения в каком бы смысле это сущностное единство не понималось из каких бы деталей оно не состоял боги доступные нашему пониманию живут где-то наверху над кроной этого дерева духи помощники шаманов духи целители духи враждебные человеку с которыми можно договориться живут внизу у корней однако ствол связывает нас воедино мы можем понять друг друга договориться мы можем путешествовать между мирами и мы путешествуем там вот в этих самых например шаманских камланиях ведь шаманское путешествие это путешествие по стволу священного древа вверх и вниз чем еще важен ствол почему он дает вот это самое почему это я говорю что это один из образов который дает возможность уважать ничто небытие ну потому что и крона и ствол и корни и кора и все это знают из детских гуляний по лесу всегда могут что-то скрывать из-под коры внезапно появляются интересные жучки и червячки на листьях что-то скрывается в листве по стволу может кто-то спуститься или наоборот подняться из-за ствола может кто-то выйти правда древо полно неожиданностей именно потому что его разнообразие в общем-то неисчислимо теоретически человек конечно может запомнить все ветки большого дерева все листья и все что находится на них под ними жучков но практически это вряд ли осуществимо на самом деле если он садится внизу под дерево он может долго смотреть вверх на крону потому что листва будет играть ветер листьями абсолютно непредсказуемым образом правда суфии я теперь почему-то часто вспоминаю у меня во дворе место работы скверик маленький там растут симпатичные деревья я все время часто вспоминаю что суфии шли в лес или если это было где-то уж совсем в пустыне то в оазис в место где были деревья и пытались читать иероглифы они считают что аллах пишет ветками листьями деревьев арабской вязью и каждый человек может там прочесть надпись послание лично ему от аллаха не от пророка а от аллаха если конечно будет благочестив растительный орнамент правда на листья травы ветки деревьев ракушка это живое целое символ древа если хотите в спиральной форме в спиральной оболочке и поэтому это тоже символ общности и конечно конечно символ красоты но красоты именно в общности в единстве и уверяю вас образ древа древесной древесной древесного дупла огромного в котором вы можете спрятаться укрыться образ древа воображение когда вы попробуете воображение почитать то послание которое отправит вам листья или крона образ человека который неожиданно выходит к вам из-за дерева это один из самых традиционных и самых древних символов изображения воображения позволяющих понять себя и самое главное собрать именно собрать свой раздерганный на части внутренний мир в некоторое единое целое это образ путешественник можно представлять себе разные деревья можно выбрать одно и регулярно к нему в воображении ходить только помните что для таких образов важно не дерево которое вы выбрали или себе представили а важно то с чем вы встретитесь то что вас посетит рядом с образом древа которое вы любите я могу отправить вас к нашим тренингам есть записи на сайте и в путешествии в мир символов мы как раз воображение спускались в нижний мир к духам помощникам и учились там встречаться и понимать себя с помощью корней древа древа а такой еще столь же устойчивый символ вы знаете для культуры который всегда обычно связан с образом дерева гора конечно не согласны вы со мной похоже гора на раковину чем-то похоже я думаю что мы так любим держать ракушки дома потому что это тоже своего рода священная гора и конечно гора это множество видов и камней собранных воедино но главным образом это символ чего ну ладно вам конечно связи земного и небесного на горе моисей разговаривает с горящим кустом и где больше он с ним разговаривать не может там же таится шамбала там же конечно находится дом вечного Далай-ламы да и так далее и так далее и тому подобное гора это нечто что устремлено к небу правда а как же это у нее нету корней дерево просто чуть-чуть я бы сказал живее но на самом деле но на самом деле как же это нету корней у горы во-первых есть корни самые настоящие основанием только они называют а во-вторых гора конечно прорастает в нижний мир и корнями горы является никто иной как мать сыра земля правда поэтому поэтому мы от корней горы совершаем путешествие вверх но кто знает что это такое что это за географический объект аббатство целое аббатство конечно уже это духовная опора Франции Мон-Сен-Мишель остров гора аббатство одно из самых красивых мест на земле которое полдня стоит как бы на острове во время отлива оказывается как бы посреди такой влажной пустыни одна из главных духовных точек Франции аббатства которое так никогда и никем и не было разрушено вот я имею ввиду что гора это твердыня духовная это то где вы поднимаетесь к богу или возрастаете духом и путешествия в горы несомненно имеют внутренний духовный смысл и самое главное чтобы человек это понимал когда он хочет путешествовать в горы или в те места где находятся горные пещерные монастыри на фон гора это мощный символ духовного подъема воображения и конечно гора это то место в котором вы ждете встречи правда встречи с чем-то удивительным загадочным самим ничто посланцем которого могут являться люди звери виды находки в пещерах я имею ввиду что это может происходить и в реальности ну зачем люди лезут в горы я все-таки думаю что они хотят найти там бога зачем люди скрываются спускаются в пещеры ну наверное за тем чтобы найти там души предков или духи духов помощников найти что-то что сделает их жизнь осмысленной ценной ровно с этой цели образ горы можно использовать воображение потому что когда вы работаете с горой представляете себе гору поднимаетесь по ней только я заклинаю вас делать это неторопливо потому что это и есть практическая часть лекционного цикла не знаю я могу мы можем с вами закрыть глаза и подняться в гору но что-то кажется что вы это лучше сделаете без меня ну правда потому что почему почему я не хочу вместе с вами подниматься в гору вы можете это сделать опять набрав выйдя на наш сайт набрав путешествие в мир символов и там есть совместное со мной путешествие в гору и даже с подробностями но как бы я пытаюсь сказать почему потому что если вы это будете делать со мной вы там видимо встретите меня или во всяком случае какие-то мои звуки мои интонации а я имею ввиду вашу внутреннюю работу потому что кому-то нравится образ древа кто-то любит деревья кто-то любит горы но вся проблема заключается в следующем человек человек представляет себе какую-то гору если вы любите мон сан-мишель так как люблю его я то вы можете себе представлять это аббатство тем более оно уже много веков внутри пустое там проходит очень интересные выставки художественные обычные такие дизайнер и поэтому там в этих пустых гулких огромных залах и подъемах там тоже место для работы воображения а не для такого прямого осмотра потому что я всегда почему я показываю мон сан-мишель потому что у меня было такое физическое ощущение они конечно так не говорят но что они оставили это пространство для воображения вот вы можете прийти в эти пустые залы в горах в потрясающей красоте виде вокруг и там где-то сесть в уголку и ждать пока к вам кто-то придет как будто специально созданные залы вот для этой мистической встречи когда не вы что-то увидели а вы дождались пока кто-то пришел к вам какой-то образ в эти залы вашего воображения я не запутанно говорю понятно про что почему я не хочу практическую часть о которой идет речь вот это тут внизу есть аббатство есть церковки жилые дома а там все пусто я хочу сказать что понимаете какая штука вы выбираете гору выстраиваете ее воображение и регулярно как на работу каждый день к ней ходите сидите в любимых ущельях слушаете музыку падающей воды если там есть живые водопады и однажды не обязательно мгновенно прямо сейчас к вам кто-то приходит кто-то отвечающий на ваши вопросы кто-то с кем вы можете поговорить и который кто-то что-то вам объяснит кто-то чье символическое значение вы можете посмотреть в словаре там заяц например то что вам расскажу я это будет нечто мое а я могу дать только две рекомендации во-первых это места свиданий а не просто образы места где вы ждете встречу а не придумываете какую-то встречу и это самое трудное потому что нужно просто сидеть и ждать а еще никогда не надо торопиться потому что гора например в том числе и один из самых нужных и самых устойчивых образов эго я индивидуальности во снах и поэтому на гору надо учиться неторопливо подыматься потому что если вы например взлетаете на нее как на лифте или вас поднимает какое-нибудь волшебное существо то это значит что вы стремитесь на все крентные позиции личности ну вот выйти замуж и чтобы все было хорошо и здорово поэтому на гору надо подниматься медленно дерево изучать надо неторопливо пытаясь почувствовать что это в общем не просто подниматься на гору даже в собственном воображении туда не взбежишь правда там бывают тропинки иногда бывают где-то лестницы то есть совершенно не обязательно надевать на себя воображение альпинистское снаряжение но внутренний пейзаж точно так же как и пейзаж внешний требует то есть реального мира требует неторопливости и изучения это такая работа тогда в благодарность за вашу работу ничто приходит но проявляет себя в этих образах уже тысячи лет ну какие еще самые распространенные образы я уже собственно даже показал с чем связан образ горы в первую очередь вот где-то у меня был провоторов у него удачно очень это получилось на мой взгляд он соединил видите что это такое что произошло ну думаю что вавилонская картина называется гора ковчег но я хочу сказать что конечно это вавилонская башня но и в ковчег по-моему это очень здорово как бы да конечно когда человек строит дом или дворец конечно он хочет добраться до бога ну зачем людям огромные дворцы они этого не понимают но я к чему я к тому что это что такое это просто гора красивая можно я вам просто покажу красивую волшебную гору почти из воображения хорошая фотография вот да конечно человек ведь строит себе ну там представляете подмосковный замок там 500 спален ну нам с вами конечно мечтать об этом не приходится я понимаю но я ведь сейчас задаю вопрос зачем ну зачем ну вот обычно говорят ко мне будут приезжать там 500 пар гостей мы здесь будем ну как правило никто не приезжает в таком количестве точно это это как бы такое знаете интуитивное желание бессознательное совершенно создать вот эту пустоту вот это ничто пригласить к себе в гости бога потому что если будет очень много места то место то бог обязательно придет чего-то я хотел сказать про замки что-то я хотел сказать про замки где он не нахожу ладно не вижу но если откроется найдем я пытаюсь вспоминать а вот он наверное просто я вот так обозначил это то что я по радио показать не мог да это замок Людовика второго вот такой типичный замок мечты замок построен один из самых красивых замков которые когда-либо видел и это замок построенный только для себя одного в нем не предполагалось ни жены ни детей ни гостей как таковых это был замок короля с тронным залом явно рассчитанным на то чтобы к нему в гости заходил бог ну мы об этом много говорили по радио кто слушал там есть цикл передач ну в смысле даже прямых эфиров мы проводили три штуки про короля Людовика второго так что если хотите послушайте у нас в архиве я просто в данном случае пытаюсь объяснить да вот этот самый странный эгоцентризм Людовик ну почти так и думал да король это наместник бога и замок в горах это конечно место в которое может заглянуть огонек господь несомненно замок построенный ну без всякого смысла жилого лично под себя в середине 19 века вот мне очень нравится я не знаю чей это рисунок это та самая идея правда замок в который в гости может зайти бог или богиня ну и не помню вот видите да это иллюстрация к бременским музыкантам под названием волшебная гора я хотел показать что видите вот эти бременские музыканты стоящие друг на друге это один из символов вселенского древа на самом деле всегда видите как здорово это между прочим гостиница для монахов общежития буддистского монастыря натаить вот такая вот штука как вы понимаете это тоже гора правда дом гора замок гора ну и конечно сами понимаете не обязательно ведь чтобы бог приходил в замок некоторым больше нравится более маленькие объекты правда какие-нибудь такие я вот не знаю теоретическое занятие или практическое ну конечно это мотивом маленького принца ну в общем дом вашего воображения в который может заглянуть на огонек бог может быть не очень большим и не очень замком поскольку замок это же обиталище сказочных персонажей правда и в общем дома поменьше всегда могут быть одновременно и горами это отель в Чили не пугайтесь такой туристский отель сделан по-моему очень здорово правда вот как бы такая сказочная гора гномов или воображения я не уверен что ну как бы там надо обязательно пожить для того чтобы почувствовать о чем мы говорим мне даже кажется что построив себе такой замок воображения будет очень интересно побродить по его комнатам и посмотреть кто в этих комнатах живет и что он интересного найдет для себя в этих комнатах какие вещи какие символы вот например сочетание дома со священным древом правда здорово вот можно и так по-моему это те же Чили если я не ошибаюсь вот волшебные дома которые появились из ничто правда из чего-то воображения я не уверен что в этом сильно хорошо жить я уверен что в этих пространствах очень интересно бродить выстраивать их сначала в себе они потом как-то незаметно способны появляться в реальности честно вот еще замок замечательный а это был сори это не помню а это вот вид того же отеля без воды видите да там можно автоматически перейти на дерево я же почему вам все это и показываю ну это ну это просто чем-то еще похоже на наш подсвечник который я на этот раз не стал доставать вот ставил ванного ставим а да где-то здесь хранится а это реальный горный вокзал в Германии когда железная дорога приходит на вершину горы ну и конечно как же без этого правда это ведь на самом деле тоже тоже создано для того чтобы мы выображали себя в горах правда волшебные горки неважно американские или русские вот это если я не ошибаюсь такой горный домик в Португалии видите здесь два огромных булыжника использовали как стены я понимаю вы все это можете найти в интернете без всякого моего участия без всякой лекции но я хочу сказать что эти фотографии тоже нужны ради того чтобы вы чего-то научились обнаруживать в себе из чего состоит дом какие комнаты в доме для вас главное тут все замолчали такая сложная кухня кухня это место для чего чего это Россия Россия матушка что мы делаем на кухне вы правы встречаемся как бы да вообще-то для этого должна служить гостиная теоретически но на кухне как-то приятнее почему водка хранится ближе далеко бегать открыл холодильник наливай и пей да и все как бы или есть какие-то еще причины ну почему ну правда представляете на самом деле кухня еще служит простите да ну там кухня это место приготовления пищи иногда ее потребление да тут же не отходя с места а мы сразу говорим это место встречи почему конечно и вообще и вообще в символическом смысле пища это секс я имею ввиду что пища это конечно отношение к миру конечно отношение к людям к партнерам и к чувственным удовольствиям вообще я сейчас не про сексуальность как меру как бы каких-то технических навыков партнера я сейчас про любовь к чувственным ощущениям вообще да если человек страдает булимией и анорексией то он тем самым демонстрирует свое презрительное отношение к миру и к чувственным удовольствиям вообще правда или неправда по-моему правда неправда вот но так принято считать во всяких разных внутренних работах с символами что если вы хотите как-то отрегулировать свою отношения с чувственностью то приберитесь на кухне воображение я имею ввиду воображение наполните свой воображаемый холодильник вкусными вам продуктами представьте себе как вы с удовольствием там я не знаю режете сыр варите моллюсков курочку кого вы там любите варить попробуйте получить на воображаемой кухне удовольствие тогда отношения со всем чувственным миром потихоньку нормализуются какие еще есть помещения спальня чего может означать спальня погружение в сон покой правда секс в прямом смысле этого слова вообще для большинства из нас спальня это место счастья потому что мы действительно можем наконец погрузиться в другой мир и уйти от реальности поэтому все правда это образ воображения взаимоотношений с внутренним миром какие еще есть помещения балкон место для будущих самоубийц еще чего есть кабинет еще чего есть так так бы сразу говорил я однажды я во всяких своих оброждениях коллекционера я вот помню я очень люблю рассказывать сейчас уже про всяких коллекционеров вот я я как-то подслушал разговор двух жен коллекционеров виниловых пластинок там одна другой говорит я не знаю что с ним делать он всю комнату захламил этими пластинками а вторая говорит слушай а я своего так удачно выселила на балкон он оттуда практически не выходит представляете какое счастье в действительности да вот а что есть еще в доме люди ванна чистота и отношение к собственному телу место где можно собой полюбоваться голым и научиться относиться к себе терпимо без ненависти как бы место интимное правда место взаимоотношения с собой что есть еще ничего больше нету детской нету кладовки нету туалет выбросим за ненадобностью как бы детская ваша детская взаимоотношения с детством взаимоотношения с детскими воспоминаниями любимые игрушки которые очень часто указывают в будущее туалет продолжение ванной совместный санузел совместный я имею ввиду нельзя забывать о том что у человеческого тела есть такие функции которые находятся под корнями деревьев слева и внизу как бы перечеркнешь эти функции не поставишь во внутреннем доме воображаемом доме туалет как бы получится некоторый вариант гордыни ты весь такой возвышенный я вся такая воздушная правда не ставят в туалет воображаемом доме эгоцентрики что еще есть до чердака дойдем когда-нибудь прихожая есть наверное все-таки начинается дом с чего-то такого с прихожей с вешалки с сеней сказала она кокетлива почему она так кокетлива говорит она вообще такая кокетливая или только когда про сеней говорит что у вас было в сенях рассказывает что там только не было да да сеней это место встречи ну правда же да туда приходят люди там на вешалке можно найти и на подставке для обуви можно найти вещи людей которые вам близки и интересны возможно вам и забыты людей которые вас помнят и ждут всякие разные значимые знаки начиная от ведра для тросточек и кончая этой вешалкой для шляп у кого есть у кого нету а вот кабинет я уж простите традиционно называю его чаще библиотекой кабинет это такое место где когда-то были книги теперь там что там может быть теперь о а что такое компьютер нафига он нужен почему зависимость это тяжкое психическое заболевание галлоперидолом и все и никакой зависимости не улыбайтесь криво улыбнитесь вот хорошо теперь скажите зачем нужен компьютер человек почему это зависимость откуда вдруг взялась эта странная история куда куда из нее уходить воображение то есть вы в компьютере рисуете пишите музыку сочиняете философский трактат пишите роман компьютер это вот смотрите получается что это что-то вроде аналога господа бога того самого ничто зачем я александр геннадьевич включаю компьютер салярис который я так сказать закидываю свой запрос и он выдает так сказать шп о да совершенно точно зачем вы по вечерам включаете компьютер света я знаю выходит социальную сеть нет не выхожу никогда больше все поздравляем вас у вас день рождения был то есть страдаю но не очень понял хорошо но и тем не менее ну в общем да компьютер это конечно волшебная шляпа когда-то эту роль играли фокусники мы в общем ожидаем что оттуда что-то появится правда что-то кто-то дорогой любимый напишет что любит меня все-таки по-прежнему я не зря надеялся и кто-то значимый скажет боже мой Александр Геонич какую вы хорошую передачу повели ну это я я на это надеюсь или там я вдруг увижу какую-то картинку которая мне поможет решить головолом головоломку которую я сам себе задал в книжке и теперь писать не могу потому что не могу решить головоломку как бы всемирный разум смотрите как звучит то всемирный разум если отвлечься от метафор и всемирная паутина тоже по сути получаем ответы из ничто бросаем туда запрос и без всяких наших усилий выскакивает ответ компьютер это модель господа бога поэтому вызывает зависимость потому что делает воображение из внутреннего внешним и подменяет ваше воображение чужим коллективным разумом всемирным больше не нужно воображение потому что как видите я показываю там столько всего воображали что уже просто даже и представить себе нельзя что нужно еще воображать вместо того чтобы творить ты получаешь и поэтому современные кудесники от воображения не компьютерного а от упражнений воображения действительно рекомендуют я пробовал в передачах чего я только не пробовал ставить там экран компьютера сенсорный воображение приходите включая поднимаетесь на второй этаж там кабинет ставите там компьютер набираете запрос воображение он обращен к ничто правда и смотрите что получаете в ответ для современного мира очень эффективный способ разговора а если я выстраиваю там воображение в этом доме традиционный кабинет с книгами то я могу достать еще один архетипический образ с полки древнюю старинную книгу всегда в переплете телячьей кожи на досках огромную воображение же поглаживаю ее корешок и воображение же пытаюсь задать какой-нибудь вопрос открываю книгу и смотрю что там написано с виртуальной книгой такого не сделаешь только с реальной пожалуйста да опять вот от этого практика я имею ввиду вот сразу вот сейчас задав вопрос если вы немедленно захлопнете ваши потрясающие глаза отправитесь в дом в кабинет там откроете книгу то вы там разберетесь текст а дома нет этому надо учиться каждый день как правило через несколько недель начинаешь разбирать текст легко если тебе нужно получить эти ответы а еще если ты приходишь в кабинет получать какие-то ответы однажды туда обязательно кто-то приходит сразу никогда ну почти никогда потому что зачем нужен кабинет кабинет это такое место в которое приходят мысли правда в котором хозяину кабинета должны приходить мысли поэтому мне доводилось бывать в шикарных просто даже кабинетах которых я мечтать не могу в котором сидел хозяин и нюхал реки кокаина ну потому что кабинет есть а думать не о чем ну надо же чем-то это занять как-то понимаете ну как-то потому что это же обязательная задача вот это думать чтобы в ничто кто-то пришел почему почему я пытаюсь открыть этот секрет который я на самом деле в передачах никогда не открывал есть одна великая тайна эта великая тайна заключается в том что воображение настоящее подлинное воображение это не способ успокоения и творчество это не есть вариант психотерапии и успокоения для того чтобы стать реальностью воображение требует страсти и боли и труда каждодневного регулярного тупого и непрестанного почему да я вам рассказывал потому что воображение это выскребание вытягивание чего-то у ничто у небытия и это всегда больно трудно ничего не получается как бы получается чего-то совсем не то что я ожидал и хотел я даже не знаю кто надо думать наверное можно ответить на этот вопрос но я не умею я не знаю кто первый объявил ценностью вот это самое позитивное мышление оптимистичное спокойное отношение к жизни и кто когда кому вдруг стал объяснять что человек всегда может находиться в ровном и спокойном состоянии это тепловая смерть на самом деле да как это максимум энтропии мир остановится если мы будем бесстрастно и спокойно относиться к жизни взаимодействие с ничто для того чтобы кто-то пришел в эти воображаемые образы требует страсти и страданий это очень эмоциональное нагруженное состояние как любовь ну бывает любовь ровная спокойная без перепадов вот они встретились сразу поняли что хорошо никогда не ссорились и жили как два голубка голубки кстати дерутся непрестанно реально ну понятно что таких розовых слюней в общем на свете не бывает и быть не может а мы с вами говорим да высшая форма творчества это создание ребенка из небытия конечно только состраданиями только с болью только с не знаю ревностью изменами недоверием создать что-то стоящее выцарапать его из лап небытия или бога можно только страданиями а все остальное будет чужим то что дается без страданий из компьютера это будет кем-то уже там хорошо разжеванное да но этот дом не то что кто-то построил мне как удобно этим пользоваться потому что дом построили как бы лужайку постригли фотографию сняли в сети разместили мне осталось только скопировать и вам показать а наверное в горах между двумя волнами за там по-моему километров 300 от ближайшего жилья этот дом было строить непросто правда не важно в каких целях я не помню это что туристка или жилой дом ну не важно вот это самое главное чего я хочу объяснить это все помощники требующие терпения и труда у них можно спросить как воспитывать ребенка но главным будет воспитание ребенка у них можно спросить действительно ли я люблю Васю и стоит ли вообще любить Васю но главным будет моя любовь они они могут подсказать как срифмовать не дающуюся фразу в стихотворении но без реальных дневных усилий поиска чего-то депрессии эмоциональных вспышек никакого творчества не бывает и эффективного воображения тоже не бывает можно спрятаться в ракушке один из между прочим замечательных не очень стандартных образов активного воображения путешествие внутри ракушки в этом вот гуле там тоже в этой внутренней спирали на этажах можно многое увидеть и многих встретить но если вы будете просто так гулять по этой ракушке вы окажетесь спрятавшимся в ракушке правда это же метафора привычная общеупотребимая да спрятался в своей ракушке и там сидит ну можно сделать это воображение можно спрятаться в воображаемом доме можно даже в прекрасном замке на морском острове понимаете какая штука вот это был такой Ральф Барнс у нас его почему-то никто не знает никто не цитирует в 70-х годах ну это вот там время становления экзистенциальной психотерапии он исследовал творческое воображение и он я не нашел но правда не очень старался не искал ну короче говоря он для тестирования людей и это главное в безголовом в безголовом тренинге и безголовой фигуре и главный смысл плясок Диониса в акхических мистериях он использовал для изучения творческих способностей два типа карт ну типа современных ассоциативных карт которые многие психологи используют на одном типе карт изображались упорядоченные структуры ну там с помощью разных математических принципов разные математические сетки да там логарифмическая еще какая-то еще какая-то а на других структуры максимально хаотичные и неопределенные случайным образом разбросанные пятна чернильные кляксы типа рошаха вот творческие люди выбирали неопределенные структуры в качестве тех которые им нравятся творчество и воображение это желание бороться с неопределенностью это из нее из неопределенности человек ткет какую-то определенность разными способами научным художественным поэтическим но он должен быть готов к этому столкновению с неопределенностью с неоднозначностью мира я не знаю как правильно уже не помню я наверное разучился никогда не а я сейчас возьму белый мел если я найду требу я пытаюсь нарисовать глаз я все время посмеиваюсь что похоже на глаз ура я великий художник я хотел сказать что когда мы смотрим на мир вот это знаете удивленные глаза творческого человека мы сегодняшние как будто пытаемся смотреть на мир какими-то схемами ну я не знаю там типология личности теория цветового восприятия теория живописи искусствоведения киноведения что я сейчас рисую мы все время пытаемся загораживаться какими-то концептами и считаем чем-то абсолютно правильно я всегда смеюсь что таким образом я рисую схему бревна в глазу о котором говорил Христос а что такое взгляд на мир творческий или взгляд на мир готовый создавать что-то новое это удивленный взгляд на мир правда это взгляд на мир в котором много пустот как на древе вселенском как в этом замке волшебном взгляд на мир как на неопределенность где нет ничего окончательного и где мне абсолютно ничего не ясно у многих этот мир вызывает страх от страха мы застим себе глаза всякими теориями и взглядами застилаем себе таким образом мы глаза и от любви тоже конечно что такое мир как чудо ну казалось бы такие гламурные романтические вещи мир как чудо это неопределенный мир мир в котором нет однозначности только такой мир из него можно чего-то лепить а из мира в котором как мы говорим да вот я вам рисую сейчас говорят как про экономику весь мир поделен поэтому нам тут в общем ничего не осталось делать нечего на самом деле все это совершенно не так даже экономически всегда есть что придумать всегда есть что делить воображение начинает работать тогда когда человек видит в мире неопределенность потому что это его главное чудо не то что Москва грязная правда а то что где-то по подворотням в этой Москве из нее может любую минуту показаться там кот-бедемот Азазела Воланд А мы пытаемся создать некую жесткую структуру мира нам кажется что мы все время ищем я не знаю книги когда покупаем мы хотим какую-то окончательную книжку которая все объяснит а на самом деле книга может только что-то подсказать и повышать меру этой неопределенности разрушая привычные взгляды иначе она слова доброго не стоит зачем читать книжку которая подтверждает то в чем вы и так уверены она должна вас разрушать создавать повышенную меру неопределенности тогда в неопределенном мире необходимо становиться необходимым древние структурные образы воображения они помогают извлечь из неопределенности лично вашу определенную индивидуальную неповторимую встречу это это ее модель встречи только в воображаемом пространстве ракушка полна гармонии а я нет но в ней уже нет жильца ее моллюска поэтому в ней может поселиться кто-то очень теплый и очень мой я с ним могу говорить как по телефону хотя он и неопределен правда я не знаю на чьих-то деревьях селится Будда на чьих-то какие-то совершенно другие существа и хотя Жанна Деарк как стали говорить потом слышала голос Христа или Богоматери на самом деле согласно мемуарам всяким разным ее времени то дерево с которым она разговаривала было деревом фей и разговаривали с ней феи это они подвигли ее на подвиги конечно не столько она искала фей сколько наверное они все-таки так или иначе нашли ее заполнили пустоту этой девочки откуда взялись подвиги Жанны Деарк ну в общем она верила тому что появляется из ничто ощущения у нее были такие же как бы мир поделен феодалами католической церковью на куски изменить ничего нельзя изменила да еще как вообще а помнится народ не успел как изменила поэтому если вы хотите думать о воображении о боге о символах выбросить из головы это бесстрастие медитацию покой я уже где-то рассказывал а знаю где в эпоху когда была в моде это вот был такой махариша махеш йоги и такая практика трансцендентальной медитации мы в 90-е годы столкнулись с далекими отголосками повальной модой на эту ТМ трансцендентальную медитацию ну неважно там я сейчас туда тоже это чего не тронуть все это отдельные интереснейшие истории с выводами для человека но самое главное что тот же Релик Барнс он исследовал медитацию и абсолютно ясно показал что на самом деле вот люди которые занимались трансцендентальной медитацией они это то же самое относится к ЛСД к наркотикам среди них людей творческих то есть производителей любого творческого продукта в том числе и детей да оказалось заметно меньше чем в среднем популяции почему ну потому что в конечном итоге понимаете какая штука человек ведь пьет чаще всего водку не для того чтобы возбудить свои страсти чаще всего он ее пьет для того чтобы успокоиться в том или ином смысле правда и медитация она приводит во внутреннюю гармонию и успокаивает она как бы является уже наградой за творчество да медитация успокоительный препарат наркотик в любом виде это как бы такое подтверждение что у тебя и без всякого творчества и воображения все и так хорошо все зашибись как там это в кто-нибудь слушает передачи по удивному новому миру ну вот это там такая пословица есть которую детям внушают чуть ли не с младенческого возраста принял сомы грамм и нету драм сома у них такой безвредный наркотик как только они в чем-то начинают сомневаться какие-то у них колебания эмоциональные появляются они раз принимают сомы все хорошо у нас с собой еще было и все в порядке да зачем что-то менять создавать бороться за что это уже состояние удовлетворенности которое в принципе человеку должен приносить творческий акт ну вот секс ну мужчины знают наверное что обязательно же хочется понравиться партнерше правда мужчины тут Кирилл сделал скептическое выражение лица типа ну ее нафиг дуру что с нее возьмешь я хочу сказать что хочется поэтому творчество потому что я хочу на самом деле по хорошему по большому счету мужчина не может испытывать действительного любовного удовлетворения если он не удовлетворил партнершу то есть если он ее не осчастливил ну простите но так устроена психология я уж не буду объяснять почему поэтому в некотором смысле для него причем независимо от того это постоянная партнерша или это новая партнерша это всегда должно быть неким творческим актом поэтому именно поэтому мужчины так часто этого избегают как-то пытаясь как-то попроще как-то как-то не напрягаясь не творя этого этого акта меня всегда в школе смущало название которое висело на входе актовый зал я очень смущался я помню вот я хочу сказать да Рашин точно вот очень люблю много раз стоял по радио в разных вариантах не только у Пресли фулл с Рашин это стандарт да я хочу сказать что я пытаюсь объяснить что что это такое в процессе чего мужчина начинает творчество сексуальное свое влюбленность что его волнует ну конечно его влюбленность его то что ему нравится партнерша то что он стремится к ней то что он хочет сделать ей хорошо нету нету влюбленности нету этого творчества понимаете нету это все происходит простите за тавтологию на волне волнения на потоке взволнованности прекрасным телом потрясающей кожей своей сказкой а если мы занимаемся сексом для здоровья как это перепихиваемся вот и секс от прыщей да я хочу да я хочу сказать что ну я про то что это тогда получается спокойный медитативный секс да это как я всегда говорю знаете что-то что-то вроде такого гламурного танго вот замечательные правильные совершенно асексуальные немецкие танго это я в ответ на пресли да 30-х 40-х годов то есть фашистских времен они в этом смысле потрясающе демонстративные там ритм есть а чувства никакого ну как бы такой танго марш такой вот замечательный совершенно а танго это страсть да да еще и страсть нереализованная и поэтому это по-настоящему всегда некий творческий танец в котором ты себя сам выражаешь почему потому что это танец напряжения между партнерами волнение а европейская улица используя его как спокойный танец ну то есть как вот средство расслабиться отдохнуть без всякого этого самого как секс для здоровья понимаете и поэтому такая радикальная разная вещь европейская танго начала прошлого века и аргентинская потому что для аргентинцев это страсть это боль это творчество да это способ самовыражения а для европейцев это танец ну со стандартным набором тпа и интересной приятной музыкой для отдыха ну мы на улице после работы собираемся и танцуем танго нам не до страстей оно не оно тоже очень приятно но я просто про разницу внутреннюю эмоциональную да вот это поэтому я не про средства успокоиться я про воображение там случаются бури депрессии кошмарные образы и это хорошо потому что вы пытаетесь что-то отнять у ничто и пытаетесь это самое у него добыть и оно должно сопротивляться как и выражаться через ваши страхи а это помощники алло а? а? у меня 3-5 вы обвешаны телефонами с ничто ну вот и разрешите на этом цикл наш короткий закончить чего-то самое главное для себя я сказал мы встретимся с вами давайте запланируем 16 января в пятницу мы все повесим на сайте и попробуем начать создавать вот клуб символов и говорить о вещах конкретных я все время этот цикл буду вспоминать с вашего разрешения я наверное эту лекцию повешу на сайте в открытую а остальные нужно будет приобретать потому что Архем не запрещает их размещать в открытом доме ну правильно хоть какие-то деньги они должны заработать вот спасибо вам что вы ходили я поздравляю вас с новым годом я думаю что все будет материально не шибко хорошо но вы знаете есть одна поразительная совершенно вещь на мой взгляд когда в нашей стране материально становится хуже то вдруг у людей начинают появляться какие-то духовные материальные интересы ну как бы вот мы все равно в дерьме представляете сколько полетов интеллекта несмотря на все запреты во время советской жизни было просто несравненно больше чем за последние 25 лет конечно с апатией инертностью глупостью бороться очень трудно но в общем это и есть то ничто из которого как я надеюсь мы вместе с вами будем пытаться что-нибудь выскребать поэтому спасибо вам большое с новым годом не отчаивайтесь мы обязательно что-нибудь придумаем я думаю что в чем-то все наоборот и интеллектуально станет жить интереснее мне так думается правда с новым годом не унывайтесь пожалуйста что-нибудь мы не не